Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о Флоренс Найтингейл. Флоренс Найтингейл родилась 12 мая 1820 года. В семье богатых аристократов она получила великолепное образование для женщин своего времени. В этом доме она жила с 1820 по 1910 годы. В 1847 году ее руки попросил поэт и политик Ричард Миллс, но Флоренс отвергла это предложение. Сохранилось кольцо, которое Ричард подарил на помолвку. Однажды Флоренс посетила один из приютов для заболевших бедняков на окраине Лондона и увиденное впечатлило ее на всю оставшуюся жизнь. Потрясенная до глубины души, Флоренс вскоре объявила родителям, что собирается пойти сиделкой в больницу для неимущих. Желанию Флоренс служить в госпитале категорически противилась вся семья. Несмотря на этот протест, она поехала в Германию, в общину, которая имела свою больницу и школу для обучения по уходу за больными. Флоренс любила путешествовать по Европе, и это предметы, которые она возила с собой. Блестяще сдав экзамены, девушка вернулась домой, а в 1853 году уехала в Париж, чтобы познакомиться с монашескими больницами и пройти подготовку у сестер-монахин. После возвращения домой, Флоренс Найтингейл предложили взять на себя руководство учреждением по уходу за больными. В 1853 году она стала управляющей небольшой частной больницей на Харли-стрит в Лондоне. Аристократическое общество Лондона отшатнулось от нее. Ее перестали приглашать в гости, и больше к ней никто не сватался. Но Флоренс уже не трогали светские условности. В последующие годы она посвятила разработке своего метода ухода за больными, соблюдение строжащей чистоты в палатах, режим питания, полный карантин и внимательное отношение ко всем жалобам больных. Она изучала медицинские книги и атласы и посещала приюты для бездомных и больных. С этого госпиталя в октябре 1854 года Флоренс Найтингейл отправилась в полевые госпитали. Вместе с 38 помощницами, среди которых были монахини и сестры милосердия. Флоренс последовательно приводила в жизнь принципи санитарей и ухода за ранеными. Она так организовала работу госпиталя, что смертность в нем снизилась с 49 до 2%. Война сделала Флоренс национальной героиней. Вернувшись с фронта, солдаты рассказывали о ней легенды, называя ее «леди со светильником». Потому что по ночам, с лампой в руках, она всегда, как добрый светлый ангел, сама обходила палаты. С этой лампой Флоренс обходила палаты с ранеными во время Крымской войны. При возвращении в Англию в 1856 году Флоренс поручено было организовать армейскую медицинскую службу. В 1857 году правительство выделило средства на организацию комиссии по проведению в жизни необходимых реформ. В 1859 году военным министром стал Сидни Гилберт. С помощью Сидни и Гилберта Найтингел добилась того, чтобы организовать работу больницы. Больницы были оснащены системами вентиляции. Больничный персонал в обязательном порядке проходил необходимую подготовку. В больницах велась строгая статистическая обработка всей информации. Была организована военно-медицинская школа. В армии велась разъяснительная работа о важности профилактики болезней. Найтингейл организовала сбор пожертвований с целью создания школ сестер милосердия в больнице Святого Томаса. 26 июня 1860 года. Эту одежду носила Флоренс. В 1883 году Найтингейл была награждена Королевским Красным Крестом, а в 1907 году – Орденом за заслуги. 10 января 1909 года здесь был заложен первый камень больницы Флоренс Найтингейл. В 1912 году была учреждена медаль имени Флоренс Найтингейл – Лигой Международного Красного Креста. Список награжденных объявляется 12 мая в честь рождения Флоренс Найтингейл. Также 12 мая МИР отмечает Международный день медицинской сестры. На этом я и заканчиваю свой рассказ. Встретимся в следующих выпусках. Не пропустите! Субтитры подогнал «Симон»!